Ерлан Карин принял участие в работе 10-го Конгресса политологов «Новый Казахстан в новом мире». Он прошел в Алматы. На него пригласили ведущих аналитиков, социологов, историков, а также представителей других гуманитарных специальностей. В своем выступлении госсекретарь отметил сегодня крайне необходим вдумчивый и комплексный анализ всех процессов, происходящих в стране и в мире. И для этого нужно всесторонне рассматривать события и явления, обсуждать их и вести конструктивный диалог. По мнению Ерлана Карина, дискуссии о новом Казахстане невозможно без учета ключевых тенденций развития мировых политических и экономических процессов. Госсекретарь подробно остановился на инициативах президента в части политической модернизации, особо выделив важность проводимой конституционной реформы и предстоящего республиканского референдума. По словам Карина, результатом реформы станет окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республикой, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и статуса парламента, расширение участия населения в управлении страной и усиление конституционных механизмов защиты прав граждан. Достоящий референдум по конституционной реформе создат правовую основу, так называемую, второй республики, новую, более эффективную и сбалансированную модель взаимоотношений к государству и общей. После референдума можно было говорить, что в национальном плане, что вторая республика состоялась. Конституционная реформа – это лишь в первый этап реализации президентской программы политических реформ. После того, как родят референдуми, если наши граждане поддерживают предлагаемые изменения, после принятия этих конституционных поправок предстоит разработать около 20 различных новых законов, которые коснутся различных сфер направлений деятельности политических системы. Это и выборные процессы, это развитие местного самоуправления, повышение конституционной способности СМИ и укрепление института гражданской общества.